hello меня зовут алексей с вами цикл передач английский по-русски давайте не будем учить иностранный язык давайте будем его осваивать сегодня мы возвращаемся к вопросу о дефиците в английском языке в частности мы поговорим что у английского глагола не хватает лица он без лица начнем мы с того что нужно разобраться что обозначает слово лицо чтобы не входить в заблуждение особенно когда мы узнаем что лицо может быть вторым и даже третьим ну конечно мы не говорим о тех каких-то сказочных вымышленных персонажах про кого нельзя говорить вслух или у кого три головы на самом деле слово лицо обозначает кто осуществляет действие относительно говорящего если действие выполняет сам говорящий то это лицо первое например говорю или говорим если нас много лицо второе подразумевает что действие выполняет слушающий или слушающие говоришь говорите а если действие выполняется кем-то не присутствующим ситуации разговора то лицо третье например говорит говорят обратим внимание в русском языке все перечисленное великолепие выражено разными окончаниями посмотрим что в английском языке а в английском языке упомянутые и не раз помощники будут выражать если есть лицо посмотрим говорю эм спикинг говорит из спикинг говоришь вы не поверите в английском языке примет форму множественного числа а спикинг потому что нет у них единственного числа для второго лица мы посмотрели на число единственное мы увидели что там есть м и есть из м для первого а из для третьего казалось бы лица но другие формы мы можем без них обойтись и сказать только глаголом сей говорю сей говорите сей то же самое и у нас с вами наглядно доказано получилось что не существует лица у глагола для первого лица сей для третьего сей для второго сей например и сей вы говорите для наглядности давайте попробуем пошалить говорю мы представим себе что в английском можно сказать сейю говорим сей им говоришь сей ешь говорят нет и говорят говорите сей ети говорит сей ет и говорят сей яд но в английском этого нет в английском языке существует только м или из но из больше для единственного числа давайте закрепим у английского глагола наблюдается уже знакомый нам дефицит дефицит например лица у нас единственное что осталось это м точно показывает что лицо первое а для всех остальных случаев у нас только показатели числа единственное число например из сей или сез а лицо здесь не маркировано потому что сей может быть и для первого и для второго и для третьего лица тем более что если мы возьмем показатель а сей то а тоже показывает нам множественное число и не более того хоть для второго хоть для первого хоть для третьего лица надеемся что сейчас жить станет легче изучайте английский язык он очень прост если по-русски с вами был алексей гэдбай а что не ну Субтитры создавал DimaTorzok